Меня зовут Лена, и попробуем с вами поговорить о такой сложной и интересной теме, где в сентябре в литературе. Целью своей лекции я вижу не научить, или да, как это глобальное знание о том, как читать эту литературу, а не критик, потому что сама не критик. Но попробуем поговорить с вами о том, какие основные вопросы возникают в голове человека, читающего эту литературу, и как на эти вопросы ответить через определенные концепты постмодернизма и внешней литературе частости. Итак, что такое постмодернизм? Это литературная система, сформировавшаяся во второй половине XX века, дошедшая до наших дней. Сформировалась она в такую историческую и гласовскую эпоху, как постмодерн. Что было до постмодерна и почему постмодерн случился именно в это время? Попробуем разобраться в постмодерн немножко по историю. Окей, что было до постмодерна? Были две большие исторические эпохи, премодерн и модерн. Премодерн – это древний мир вплоть до 16 века. Модерн – это с 16 века до первой половины XX века включительно. Итак, что было в премодерне, как историческая эпоха в литературской системе? В центре был Бог, либо же Сакразия, то есть мечта, создавшая существующий мир и существующий порядок вещей, и предписавшая человеку страдать в мире земном, чтобы достичь счастья в мире загробном, то есть получить царство Божие, разных великих. Но мы сейчас говорим в первую очередь о европейской цивилизации. Тут то же самое. Если мы говорим о литературе того времени, совсем о следующей слайде, то это в основном литература духовная, философская, опирающаяся на духовную, светская литература, то есть все, что не духовное, появляется уже немножко позже. То есть все крутится вокруг сакрально, вокруг Бога. Крутится до тех пор, пока в 16 веке не задумывается такая штука, ренессанс или формация, которые задаются одним вопросом. Если Бог всесилен, любит нас и создал этот мир для нас, так почему же в этом мире нам суждено страдать и обретать счастье только в мире загробном? Не проще ли получать счастье, достигать счастье? Сейчас. И постепенно в процессе продвижения по модерну мы получаем человека, который вытесняет постепенно Бога, вытесняет сакральное, в стремлении получить счастье сейчас. Поскольку, если раньше при модерне была концепция счастья, мир загробный, царство Божие, то концепция счастья у разных людей разная. У кого-то это богатство, у кого-то это любовь, у кого-то это политическая слава и так далее. И в кофу модерна в литературе мы получаем огромное разнообразие и сюжетов, и персонажей, которые стремятся к счастью, каждый кто во что вырастет. По идее модерна, чтобы достичь счастья, человеку нужен прогресс, который нам даст нужные технологии, нужные условия, нужные возможности в рамках тех или иных политических или экономических систем, с помощью тех или иных научных достижений и так далее. И вот наши персонажи в эпоху модерна пытаются достичь счастья каждый по-своему. Кто-то там договаривается с силами тьмы, кто-то использует социальные лифты, кто-то строит интриги, каждого по-своему. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, и постепенно мы добираемся до XIX века, до второй его половины, до Ницше, сего сверхчеловека, как острие своеобразное, идеи человека модерна. Это, допустим, очень классно отслеживается, если говорить о литературе, на литературе русской, в частности, Достоевского персонажей, все эти вот статающие, сложные, но они базируются на идеях человека. Вот Гусатина, который на дне Горького, это тот, что пьяный шулер, который говорит, что человек это звучит гордо. Ну, Гусатина довольно спорно. Но идея модерна получить счастье всем с помощью условий, которые предоставляет прогресс, к сожалению, не оправдала себя. Что нам показывает эпоха первой половины XX века, которая, как мы знаем, самая кровавая, к сожалению, в нашей истории, и ознаменовалась несколькими многочисленными революциями, двумя мирными войнами, появлением оружия массового уничтожения, Холокостом и многим другим. Поколение, которое все еще базировалось на идеях модерна, и если говорить о литераторах, отображало это в своей литературе, литературе модерна, если говорить про начало XX века, то это именно модернизм, получило то, что идеи не оправдали, счастья мы не достигли. И поколение детей, которое наблюдало падение ценностей, падение мира, падение каких-то векторов развития своих родителей, стало перед необходимостью выработать свои ценности, свое видение счастья, которого, раз нам не подходит ни одна из концепций, ни одно из условий эпохи модерна, то постмодерн сталкивается с тем, что ему предстоит это все только выработать. Как он пытается это сделать? Все на следующий слайд. С помощью концепта деконструкции. Если премодерн был просто согласен с тем, что нужно страдать и получать счастье после смерти, модерн пытается изучать этот мир и строить свои какие-то концепции, то постмодерн, постмодернизм как художественное его воплощение, пытается пересобрать действительность, как лего, разобрать на детали и собрать какую-то новую формацию и получить какую-то новую ценность, какой-то смысл. А вось получится. А что если, не знаю, сюжет Ромео и Джульетты поставить в 21 век? А что если персонажа повернуть вот так? А что если сделать персонажа ненормальным? Но не в противоставлении людям нормальным, а возможно вот в этом ненормальном человеке в измененном состоянии сознания, человека с психическими отклонениями, либо же там человека одновременно гениального и маньяка. А вдруг там тоже может быть какой-то смысл? Это вам попытка ответа на вопрос о том, откуда в литературе постмодернизма столько людей, которые путешествуют в каких-то параллельных мирах, либо же находятся на грани психического здоровья и нездоровья. Именно поэтому, в следующий слайд, в это время приживаются лично такие персонажи, как герои бойцовского клуба. Герой или герой. Либо же профилерия Зюзкин, да, Жан-Батист Грюльной, который с одной стороны маньяк, с другой стороны гений. И вроде бы надо бы его ненавидеть с первой до последней строчки, но как-то не понижается. То есть деконструкция происходит даже на уровне персонажа. Следующий концепт. Это Ризова. То есть корневище. Постмодернисты и философы постмодернизма представили, что мир есть совокупность связей. Что если все вещи, все люди, все смыслы связаны между собой определенным образом? И что если выйдя на новую дорожку, связующую разные вещи в отдаленных концах, мы выйдем на нечто новое, на какой-то новый смысл, на какую-то искомую концепцию счастья? Вот эта вот связанность и совокупность этих связей сейчас чуть более понятна благодаря интернету, который сократил расстояние даже между нами и всеми живущими на планете Земля. Если считалось, что раньше теория шести рукопожатий, то сейчас пытаются доказать, что связи между всеми людьми на планете составляют примерно 3,5 рукопожатия, в первую очередь через философы. Так вот, Ризома или вот эта совокупность связей отлично отображается на литературе. В первую очередь из-за того, как постмодернисты обходятся довольно бесфордотно с пространством и временем. Во-первых, есть такая концепция Зинмунда Баумана относительно того, как воспринимается время в современном мире и, соответственно, отображается в литературе постмодернизма. Если мы говорим о древнем мире, о премодернем, то это всегда цикличное время, потому что основным родом деятельности в то время было земледелие, и, соответственно, все земледельческие циклы отображались на понятии времени тогда. Модерн воспринимает линейную модель времени, то есть мы всю жизнь стремимся из пункта А в пункт В, то есть там вот к нынешней точке, к условной точке счастья, допустим. Что сейчас есть в постмодерне и в постмодернизме, как его выражение, время клипово. И вот эти клипы, различные отрывки, мозаики, еще можно оглянуться на деконструкцию, то есть вот эту разобранность мира, они между собой определенным образом связаны, очень часто рандомно. Именно поэтому иногда происходят вообще невероятные вещи в литературе в плане постоянного переключения в пространстве времени. Тут мы были, секунду назад мы были здесь, а сейчас уже на другой планете. Стоять, можно не пойти. Сева. Например, это у Курта Ванегута, бойня номер пять, когда события тут происходили на поле боя, а буквально через мгновение они переносят нас на Тральфомадор. Это отдаленная условная планета, в которой люди находятся в клетке, аки и звери в зоопарке, и за ними Тральфомадор в Штанзе летают. Еще одна вещь, которая характерна для постмодернистской литературы, и объясняется через резону отчасти, это гипертекстуальность. Тексты постмодернистов, это не тексты сами по себе, это всегда совокупность, которая подтягивает море аллюзий, отсылок, цитат, отсылок на те или иные другие тексты, либо же на культурный или исторический контекст, не обязательно наш, в котором мы действуем. Очень часто даже авторы обращаются к самоцитатам и самоаллюзиям, и зашивают так называемые пасхалки, собственные тексты. Например, у известного русского постмодерниста Перевина в одной книге мы встречаем персонажа, который очень просит гулу-мантру, которая бы помогла ему постигать что-то высшее, ему дают вместо этого фразу на иврите. Он ее читает и все-таки прорывается в какие-то параллельные миры. А через несколько текстов мы встречаем у того же Перевина, но уже совсем другой книги, другого персонажа, который путешествует по параллельным мирам, встречает там человека, который на чистом иврите просит ему дать ему огурец, что мне жалко, он дает ему огурец. Тот, кто знает и тот, и тот текст, понимает их связь. Тот, кто не знает, без проблем. Если говорить о гипертекстуальности некоторых авторов, то определенные книги реально сложно читать из-за того, что их нужно читать как кодексы. Вот кодекс, а вот еще целый список комментариев к этому кодексу, как, например, у Умберто Эпо. Следующий слайд. Если обращаться опять-таки к деконструкции и кризоме, и вот этой многослойности, многосвязности, то есть еще определенный подход в литературе постмодермистов, когда автор разрешает читателю выбирать свой собственный путь в чтении книжки. То есть, если раньше, допустим, в том же модерне всегда было линейно, от первой до последней главы, уже там ближе к веку 20-му начались какие-то эксперименты, переходы, но еще минимально, то сейчас, допустим, есть такие книги, как «Казарский словарь» Павлича, который можно читать в любом порядке. Это сборник словарных статей. Либо же Джорджа Парека «Жизнь. Способ употребления». Это сборник, повествующий о жителях различных квартир одного дома. И можно читать как по предложенному плану автора, так и двигаться самостоятельно, и каждый раз выстраивается новый сюжет. Кроме этого, можно еще и взаимодействовать с книгой. Допустим, в книге можно встретить небольшое описание, как нужно пользоваться различными инструментами, либо же поиграть в шахматную партию, либо же разгадывать какие-то математические формы. В общем, там полная чехарда, сюжетно и формально. Следующий слайд. Вроде смотришь на все эти произведения современных писателей, и кажется, что это литература не для средних умов. Раз читать того же ЭКО, нужно постоянно ссылаясь на Википедию. Но постмодернисты, в отличие от модерниста, отходят от идеи элитарности литературы, и считают, что нужно писать для всех. Но из-за того, что литература эта запутана и сложна, она и многослойна. То есть каждый читатель, в зависимости от того, каким бэкграундом, то есть какими-то фоновыми знаниями он обладает, будет читать свой слой литературы. Поэтому к этой литературе очень важно возвращаться. Потому что, допустим, Лесь Подровьянский, которого, я думаю, большинство здесь в классе в восьмом скачивало, или слушало, или читало, измеялось над матюками, сейчас, если перечитают, это будет совершенно другое произведение, потому что совершенно другой культурный и исторический фон и другие знания, которыми мы располагаем, при чтении этой книги. Поэтому постмодернистская литература это всегда сказка про принцессу на горошине. Просто если вы принцесса на горошине, вы почувствуете горошину, несмотря на все перины и дюфики. Если нет, то, в крайней мере, хорошо выступите. Следующий слайд. Еще один момент, который иногда, может, посещает, ну, меня лично посещает частенько, ну, может, и вас. Когда читаешь современную литературу, и кажется, что, ну, вроде ж по псам, инстрим, я ж вроде такая одаренная девушка, и надо же читать что-то посложнее, но нравится, но круто носится нам. В чем дело? Есть такой интересный подход к культурологу Джона Сидрука. Он говорит о том, что во все эпохи существовали низкие и высокие жанры, низкое и высокое искусство, то есть лоу-брау и хай-брау. Если говорить, например, о медиа, где это ярче всего, наверное, заметно, то маркетинг и продаваемость контента, товара, произведения со второй половины 20 века и в наше время создало определенную прослойку этой культуры, тоже стремя там это, или художественные произведения, или СМИ, или что угодно, так называемый ноу-брау. То есть это, с одной стороны, массовый продукт, с другой такой, который трудно упрекнуть в его качестве. Так что в следующий раз, когда вы начнете себя грызть по поводу того, что читаете мейнстрим, можно успокоиться. Скорее всего, это ноу-брау. Следующий слайд. Кстати говоря, я уже упомянула о том, что СМИ, СМИ в 20 веке и в дальнейшем начинает играть огромную роль не только в общественной жизни, но также и в художественной. И в том числе работники медиа активно пробираются в литературу, не только как писатели, но и как персонажи. Именно поэтому мы очень часто встречаем их там. Как в баталисте Пареса Реверте, мы встречаем фотографа, снимающего войну, либо же рекламщик в тексте БГДРа «91 франков», либо же в Синафе Пелевина, где мы встречаем дискурсмонгеров, так называемых, или же персонажа-оператора, который снимает каждый год войну, которая специально начинается, именно для съемок, для СМИ, для медиа. Следующий слайд. И ближе к концу, наверное, самая яркая черта постмодернистов – это их юмор. Но юмор не в добром смысле, как в основном было у предшественников, а юмор иронический, саркастический. Это перекликается скорее с деконструкцией, о которой я говорила ближе к началу. То есть постмодернисты подходят к миру с той точки зрения, что «А если мы вот это вот серьезное, посмотрим на него с иронической точки зрения, посмеемся над этим, покажем ему с комической какой-то стороны, может в этом откроется чуть больше смысла. Не только формы, но и смысла». Поэтому постмодернист слился в волю. И, по-моему, это здорово. Следующий слайд. Это последний слайд на презентации. И в самом конце хотелось бы сказать. Кажется, что постмодернисты, это было где-то там, за рубежом. Сейчас у нас только мы к этому приходим. И в школе мы этого не учили, значит, в украинской литературе этого, вероятно, не было. По крайней мере, до последнего времени. К сожалению, до постмодернизма программа украинской литературы в школе добирается уже в тот момент, когда большинство школьников успело эту литературу возненавидеть. Но уже с 80-х появляется интересная прослойка именно постмодернистской литературы в Украине. В частности, например, формация «Бу-Бабу», вечно моя любимая. Это поэтическая формация «Бурлес-Балаган-Буфонада», не расшифровывается ли по другому варианту, «Бубен-Балаган-Буфонад-Буфонад-Фория». Это три поэта Юрия Андруховича, Александр Ирвенец, Виктор Небурак. Они до сих пор живут и здравствуют. Некоторые перемегнулись. Прозаики, но все равно произведения у них труды. Так что, если хотите открывать для себя украинский постмодернизм именно у его истоков, очень советую. Другие тексты другого автора, которого я уже раньше упоминала, Леск Подривянский. Опять подчеркнуто, что Леск Подривянский в 8 классе и в 25 лет — это вообще разное произведение. Поэтому советую переслушать, перечитать. Можно даже застать еще живого классика и послушать его тексты в делом исполнении. И последняя книга, которую хотелось бы посоветовать, это «Валдимир Даниленко» из «Рубу Христели». Это такой своеобразный научпоп по месту литератора в современной Украине про постмодернистов, про писателей, поэтов-постмодернистов, которые начинаются там с 70-х, для вводки, в наши дни. И если вам не захочется читать всю книжку, хотя она небольшая, можете открыть последние страницы, где очень интересная, хоть и субъективная, но классная подборка 100 лучших произведений в разных жанрах украинских писателей-постмодернистов, часть из которых живет и здравствует до сих пор, большинство из которых живет и здравствует до сих пор, которых всегда нужно почитать, открыть для себя украинские постмодернисты. Спасибо за внимание. А издрека можно считать постмодернистов? О, не помню. А то вы не добавили, я думаю, как... Ну, всех тут не добавишь, просто я субъективна, да, я люблю постмодернистов, поддревьянских, да тут их, ну, миллиард, практически все, кто сейчас пишут, тем более издрекса было расширением сознания, да, определено. Любко Дереш. Конечно. Любко Дереш для меня, ну, конечно, его сравнивать с пелевеном сложно, но вот это вот его заигрывание с мистическим, заигрывание с путешествиями в разных пространствах и постоянный отсыл к мифологиям и религиям, вот это вот, понимаешь, откуда набрался человек. Скорее всего, вы. Он набрался от лавкрафта, но от пелевенов, определено. А скажите, будь ласка, как взялась эта вот концепция про премодерн, модерн и постмодерн. То есть, в премодерн схлопнулося античность, классицизм, барокко и так далее. Мне кажется, что не навколо модерн все крутится. Это одно, а друге про оцю от сетку, которую, нибудь, придумали постмодернисти, сетку персонажей. Аризома. Да. Анаред Бальзак с его сеткой персонажей. Нет? Ну, понимаете, если говорить, по-перше, про концепцию трех премодерн, модерн, постмодерн, то это, в принципе, более предметный для социологов и политики. На жаль, я вам не подскажу, кто сам построил эту систему, но, например, мне появились статты о том, как за этой схемой разглядывают историю музыки. Так само. Но мы же говорим про литературу. Правильно, але це загальний підхід, саме про философские, про исторические послания. И про ценности, которые стояли у витоках философии. А литература это уже это отображение и общественной думки, и философии, и социально-политичного життя. Стосовно Онореди Бальзака, да, зрозуміло, що були складні системи и велика сукупність персонажей, в принципе, если автори писали достаточно серьезно, достаточно высокий текст, обычно так было. Но тут дело в том, что не просто целая сукупность их, но именно момент возможности переключиться на какое-то новое поеднание, на какой-то новый связок для того, чтобы отримать новый смысл. На каком прикладе? Ну, таки трохи из массовой культуры, но концепция у Макса Фрая цикаго показана. Судьба креоста. Те, что залежно от того, где ты можешь повернуть, есть система закладена на початку, тобто ты проживешь життя, наприклад, за таким шляхом, но если ты вернешь на цему шляху кудись несподівано, то життя совсем будет по-иншому результату. Это самое можно использовать и в литературе. Саме в этой заплутанности, в этой возможности переключиться на новый грандзузской ветературе. Багато різних варіантів розвитку подій, которые можешь выбирать сам читать. Еще вопросы? Если вопрос больше нет, спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...